2 апреля, во второй день пребывания Казанского Зенита на Аппенинском полуострове, съемочная группа ZTV ранним утром отправилась во Флоренцию. В то время как волейболисты Казанского Зенита имели возможность прогуляться по Перуджи и порадовать себя гастрономическими изысками Италии. Всем привет! Волейболисты Казанского Зенита в Италии. Проделав двухчасовой путь от Перуджи, мы оказались в живописнейшей Флоренции. Кстати, не забудьте досмотреть наш сюжет до конца, чтобы найти подарок от волейбольного клуба «Зенит Казань». В столице региона Тоскана уже установилась настоящая весенняя погода. Флоренция внесла грандиозный вклад в развитие европейской и мировой цивилизации. Город дал миру таких гениев, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Николо Маккиавелли, Данте и Галилей. Местный диалект лег в основу литературного итальянского языка. Флорентийская монета стала эталоном для всей Европы. Флорентийский мореплаватель Америга Веспуччи дал свое имя двум континентам, а флорентийские мыслители положили начало эпохи Ренессанса. В связи с чем Флоренция по праву носит имя «Колыбель Возрождения» и является уникальным местом, обязательным к посещению. В 7 вечера по местному времени зенитовцы прибыли на опробование старенькой арены волейбольного клуба Перуджа Пала Бартон, вмещающей 5300 человек. Ажиотаж предстоящего матча настолько велик, что все билеты были раскуплены еще на прошлой неделе, а их цена, к слову, составляла от 35 до 130 евро. А вот цены на билеты на ответный суперматч в Казани, который состоится 10 апреля в 19.00, стартуют всего лишь от 300 рублей. Билетов, кстати, осталось не так много, но вы еще можете приобрести их на официальном сайте клуба и стать свидетелями уникального спортивного зрелища, аналогов которого в этом сезоне в Казани уже не будет. По договоренности клубов предматчевые тренировки команд проводились в открытом режиме. Их посетило более ста человек. Да, они спросили, здесь эта культура принята, ничего страшного в этом нет, наоборот, нахожу прикольно. Для меня немножко темновато по сравнению с нашим залом, но я не думаю, что должно это как-то повлиять. Что мокрое, у нас ноль, тут плюс 20, тоже, наверное, это нормальное явление. Первыми в этот вечер тренировались хозяева. Перуд же в нынешнем сезоне хороша. Коллектив, возглавляемый лучшим волейболистом 20 века Лоренцо Бернарди, существенно обновился летом. После того, как команда впервые в своей истории выиграла чемпионат и Кубок Италии, а также бронзу Лиги Чемпионов. Вместо Ивана Зайцева и Аарона Рассела появились доигровщик сборной Италии Филиппа Ланца и Вильфредо Леон. Язык не забыл? Ну, русский инсизм, ну что, мужчины сильные. Не, не с собой, не с собой. Скушают, потому что у меня больше 3 года власть. И, ну, все медали сделаем, выиграли. Самая интересная игра, потому что нормальная тренировка. Конечно, знаю, что не будет такая плохая игра, я буду самая сильная. И, ну, что, моя команда готова, я думаю, что сегодня-то все самое готово. И мы посмотрим завтра. Посмотрим завтра. Команда, образующий игрок. Сегодня тот, который, может, решает результат. Не знаю, как будем останавливать. Не будем? Дадим ему карту бланш, пускай. Получит удовольствие. Представлять Лео, пожалуй, не стоит. Лучше посмотрите, как тепло Леон поприветствовал своих бывших партнеров по команде в нашем ролике. Здорово, братун! Здорово, братун! Сохранив в диагонали Александра Атанасьевича, одного из лучших связующих миру Лучана де Чека и суперцентра Марко Подрошчанина, Перуджа не сразу нашла свою игру, проиграв на старте сезона суперкубку. А вот далее был суперкомбэк в финале Кубка Италии с 0-2 от Люве, 22 победы в 26 матчах чемпионата и первое место в регулярке. А также 8 побед в Лиге чемпионов. Красивая форма у них. Расписная такая. Классно смотрится. Ну, все хорошо. Только здесь много тренироваюсь, потому что наш календарь – это другое здесь. В России более-менее есть время на отдых, и здесь нет. Погода, конечно, семья очень большая. У меня есть город маленький, самое прикольное, потому что большая история. И у меня здесь без проблем. Зенитовцы, зарядившись хорошим настроением, ударно отработали свои полтора часа. Поддержать команду приехал отец Эрвина Нгапета, Эрик, и его младший брат Сван. Как всегда, чуть больше внимания подачи и приема. Все-таки именно эти компоненты с большой долей вероятности станут решающими в двухматчевом противостоянии. Любопытно, но предстоящая встреча станет уже третьей для команд за последние три года в Лиге чемпионов. В 2017 году казанцы в Риме легко обыграли Дьявола в домашнем финале турнира 3-0, а в прошлом году в Казани – те же 3-0, но в полуфинале. Зенит-Казань – единственная команда, которую Перуджа не обыгрывала в Лиге чемпионов. Плюс подопечные Владимира Олегна имеют серию из девяти побед подряд над итальянскими клубами. Но это всего лишь цифры в преддверии одного из самых ожидаемых матчей 2019 года. Мы будем играть в «Сенит» на «Стопро». Вот это на этот момент будет как финал, не как в семифинале. Надо играть сильно, я буду сделать все на моей команде. Думаю, что ребенок очень готов. И все. Первый полуфинал Лиги чемпионов между итальянской Перуджи и казанским «Зенитом» состоится 3 апреля в 21 час 30 минут по московскому времени. Прямую трансляцию встречи вы сможете посмотреть на телеканале «Матч Арена», а также на интернет-порталах «Лаола ТВ» и «ТВ Старт Точка Ру». Итак, чтобы найти подарок от волейбольного клуба «Зенит Казань» в городе Флоренция, вам необходимо спуститься от набережной со стороны холма Микеланджело к реке Арно. Здесь находится небольшая дамба. Вот, собственно, рядом с ней мы и оставляем наш подарок. Ты подписался, а ты подписался, а ты подпишись на «Зенит ТВ». Всем мира от спира. Субтитры сделал DimaTorzok